История страны и военная подготовка. Основные дисциплины для получения диплома патриота. В лагере «Укроп» школьникам покажут, как выжить в полевых условиях и не пропустить врага на свою территорию. За кратчайший срок мы умудряемся очень много чего добиваться, находить скрытые ресурсы, резервы, качество характера. Не только в детях, а и во взрослых. «Укроп» работает в двух направлениях – подготовка взрослых и подготовка детей. Все не рассказанное школьникам на уроках защиты отечества или военных сборах обещают объяснить в лагере. Инструктора говорят, что в «Укропе» самые важные навыки дети получают за пару дней. В основном это аскетические условия, ничего лишнего. Во-первых, это дублирует полностью то, что есть в АТО. То есть минимум средств, которые необходимы для функционирования лагеря. Лагерь, правильно, тоже огражден. То есть поставлены растяжки. То есть полностью дублируется ситуация в зоне боевых действий. Военный альпинизм и навыки вождения пригодятся старшеклассникам больше, чем выдергивание сорняков. Именно такое видят учебную практику для детей координаторы «Укропа». Я понимаю, что сейчас будут летние каникулы. Многим одесситам достаточно сложно будет понять, куда деть своих детей. А мы там постараемся сделать такой военно-полевой лагерь. Для одесситов очень удобно, потому что это центр города. Всегда ребенка можно привезти, забрать, посмотреть и не бояться, что он где-нибудь там за 3-9 земель. Тренировки для детей будут проводиться бесплатно. Лагерь существует уже год и требует обновления материально-технической базы. Так что как долго продлится безвозмездное обучение, неизвестно. Обещают, что по максимуму. В будущем пройти подобные военно-патриотические курсы предлагают чиновникам. Приступить к выполнению тактических тренировочных задач они смогут только после спуска по канату с пятого этажа. Ольга Китик, Юрий Шинкаренко, Думская ТВ.